Во-первых, и мне хотелось с этого начать, давайте все-таки мы не будем называть то, что сегодня здесь будет происходить лекцией, давайте будем трактовать это как разговор. В том числе и потому, что лекция подразумевает какое-то уже готовое априорное существующее знание, которое человек, который читает лекцию, как-то в клюве спускает дальше по инстанциям. В то время как история Зебельда в России, она совсем про другое. Зебельда как знание, как чего-то имеющего границы, как какой-то территории консенсуса. В русской культуре попросту нету, как нету и русского Зебельда. Нельзя говорить о том, что какой-то корпус текстов усвоен до того, как он просто начал существовать как-то так или иначе на этом языке. Из четырех основных Зебельдовских работ я принесла, вот вы видите, какое-то количество книжек, просто чтобы показать тем, кто не видел, как это выглядит и как выглядеть должна. Вот из четырех основных Зебельдовских книг, которые в изрядной степени перевернули устройство западной прозы на сегодняшний день, на русский переведена только одна, последняя, «Остерлиц», что, в общем, и понятно, потому что все Зебельдовские книги сложно определяются с жанровой точки зрения, но «Остерлиц» действительно ближе всего к конвенциональному роману такому, который как ветка развивается по той или иной линии относительно детства героя. Другое дело, что в «Остерлиц» движение обратное из точки незнания к точке нахождения себя в детстве. Но это как-то уже изрядно забежало вперёд, что очень по-забельдовски, с огромным количеством, у него так всегда устроен нарратив, он постоянно заговаривается, как сложно сочинённое предложение с кучей разнообразных предаточных. Но давайте на этом предаточном задерживаться не будем. Так вот, только «Остерлиц» переведён из всего этого немаленького корпуса текстов, и переведён он очень хорошо, как мне кажется, с некоторыми оговорками, которые относятся скорее к составу плотности устройства языка, чем к работе, собственно, переводчика прекрасной. Но помимо того, что он переведён, он ещё и как-то издан. И то, как его издали вот тогда, в 2006 году, это, проще говоря, беда ужасная, потому что у Зебельда устройство его текста... Вот помните, у Мандельштама в разговоре о Данте есть вот этот момент, когда он говорит, что поэту, чтобы добраться от А до, предположим, Z, надо перебежать на страшной скорости реку, которая уставлена джонками, и вот перепрыгивая с джонки на джонку, он добирается до того, что он, собственно, хочет сказать. В Зебельдовской прозе такую функцию твёрдой поверхности, твёрдых каких-то камешков, по которым повествование перескакивает с места на место, во многом играют изображения. Это одна из новых вещей, которые он, не только он, но он в современной прозе начал делать, и поэтому количество, качество картинок, их расположение, они страшно важны, как, может быть, ничто другое. Я не принесла с собой русский острый лес, потому что делать это незачем. Там другая неправильная обложка с какой-то железнодорожной конструкцией. И, главное, там нету половины тех картинок, которые составляют какой-то хребет повествования. В общем, это про то, как не надо делать. Как надо делать? Вот у меня издание «Остерлиц» более или менее каноническое, вот с этим странным портретом мальчика в шёлковом и кружевном маскарадном костюме с какими-то перьями, к которому потом приходит, на котором фокусируется повествование. И, собственно, вся книга устроена вот так. То есть зебельдовские тексты, то, что он называет prose fiction или documentary fiction, – это взрослый вариант книжки с картинками. Другое дело, что картинки эти довольно странные. О том, почему они устроены, как они работают, я надеюсь, мы ещё поговорим. Так вот, по-русски он практически не издан. Ещё в «Иностранке» была опубликована одна часть из четырёх частных эмигрантов. Ну и, собственно, всё. Ни «Кольца Сатурна», фильм, после которого снят этот фильм, который мы сегодня будем смотреть, ни замечательная первая его такая documentary fiction «Вертиго», по-немецки «Schwindelgefühle», «Головокружение чувства», они по-русски просто не существуют. И что придаёт нашей посиделке особенно комический оттенок, я сама должна признаться, что их читала, всё это читала много-много раз, но по-английски, да, то есть как-то подглядывая в немецкий, но это всё, конечно, немножко похоже на анекдот про то, как Рабинович напел. И, тем не менее, мне кажется, что настоятельная необходимость присутствия Зебальда в нашем смысловом пространстве, она такова, что, пускай даже я, пускай даже с английского, но кто-то должен об этом ходить и рассказывать на всех углах. И не только потому, что удельный вес Зебальда, то, что он значит в каком-то мировом литературном контексте, совершенно не соизмерим с тем каким-то необъяснимым деревянным молчанием, которое его имя сопровождает, ну, или таким поверхностным шёпотом-лепетом, которое его имя сопровождает в России, потому что на Западе, особенно в англоязычном мире, ну, помимо Германии, конечно, с Зебальдом очень быстро произошло то, что можно назвать посмертной, да, и даже досмертной канонизацией. Это происходило очень по-зебальдовски об этом, кто-то писал, что он сам был человек нежный, очень тендер, да, и поэтому канонизация-то тоже, она очень была мягкая, без флагов и знамён. Но действительно, когда Зонтек говорит в применении к Зебальду о литературном величии, это не одинокий такой партизанский поход с её стороны, это, ну, какая-то реальность, из которой уже можно исходить, на неё можно опираться, как на что-то твёрдое и отчётливое. О Зебальде, ну, то есть, ну, огромное количество текстов, огромное количество работ, книжек и так далее, самых разных, очень интересных. Я вот очень люблю вот эта вот вещь, ой, она трудноподъёмная, она называется «В поисках Зебальда», и она вообще не о текстовых техниках, она о том, что произошло с фотографией после Зебальда, о том, как он изменил этот способ коммуникации с миром, этот способ переживания мира. Тут ещё интересно то, что в послевоенной немецкой прозе, немецкоязычной, мне кажется, у него практически нет аналогов. То есть, ну, он так или иначе исходит или выходит из Бернхарда, да, конечно, тоже с вот этими воронкообразными внутренними монологами. Но если у Бернхарда вот этот внутричерепной монолог, постоянно крутящийся, он всё время обращён к центру, это такое самопожирание, настаивание на своём и пробуравливание себя, то у Зебальда это совершенно обратное движение. Это такой бег от центра в попытке закрыть на себя глаза, самому от себя убежать, каким-то образом с собой не встретиться. в некотором смысле, да, то есть, он неизменно глядит в стёкла движущегося вагона, да, стараясь не замечать на них своё отражение. Простите за вынужденные красивости, да. Если начать сначала, да, что, наверное, правильно начать сначала. Простите те, кто... То есть, ну, я сейчас скажу некоторое количество общеизвестных вещей, ну, как-то совсем их избежать, наверное, сложно. Зебальд... Зебальд... Ну, вы знаете, да, что Зебальда, поскольку сложно говорить об объёмном явлении в ту или иную сторону, его не уплощая, а Зебальди часто говорят как об авторе, который пишет о катастрофе, который имеет дело преимущественно с этим материалом, с тем вопросом, да, который катастрофа перед миром поставила. На самом деле это и так, и не так. И сам Зебальд в некоторых интервью пытался как-то от этого видения себя аккуратно и мягко как всё, что он делал, оттолкнуться, говоря о том, что... Ну, что Холокост — это просто наиболее близко к нему стоящий пример бесчеловечности жизни как таковой. сотен разного масштаба микро- и макро-катастроф, зашитых в саму ткань переживаемой нами реальности. Но тем не менее, тем не менее, да, ну, два из четырёх больших Зебальдовских текста, они только об этом, и ещё два тоже не без этого, и это не случайно. Зебальд — военный ребёнок, он родился 18 мая 44-го года в такой деревушке в Эртах на краю Баварии, там, где уже совсем горы-горы, и маленькие деревни, которые не сильно изменились век с 18-го. Сам Зебальд в одном из текстов, кажется, в Вертиго говорит о том, что нет, в Кампус-Андо, о Корсике он это говорит, о том, что существуют до сих пор места на Земле, где время течёт несколько по-другому, с отставанием или с опережением, как правило, с отставанием. И у него есть такой термин, который мне страшно нравится, карманы времени. Вот в таком кармане времени, где всё было очень-очень по-старинному, по сути, в 18-м веке он и родился бы, но этот 18-й век был ещё до его рождения прихлопнут, как крышкой, в 20-м. Его отец был ни много ни мало солдатом вермахта, который служил в Польше, сперва на польской границе, потом произошло то, что произошло, и он там рассказывает, это в интервью я не хотела сказать непереведённом, но поскольку он весь непереведён, он там описывает, как менялись, когда он был взрослым, он смотрел семейный альбом и вдруг увидел, как меняются фотографии. Сперва там такой ещё в предпольше такой какой-то мирный бивуак, там, не знаю, свет, тени, деревья, стволы, там, какие-то солдаты, которые зашивают себе рубашки, шуточные подписи, нам жённые не нужны, там, пушки заряжённые, вот это всё. А потом вдруг начинаются пустые поля, из которых торчат печные трубы, какие-то выжженные плоскости, и он говорит, что он смотрел этот альбом десятками раз в детстве, это был источник, да, представления о визуальном, но тогда этот набор картинок не вызывал у него никаких вопросов, да, и вообще всё, что было вокруг, совсем не побуждало к переводу на словесный. Они жили в этой деревушке, которая была не затронута бомбёжками, никак, да, видимо, была слишком маленькая, но вокруг были большие города, и время от времени его дед собирал, снаряжал телегу, и они ехали по каким-то продуктовым или другим надобностям в большой город, а большой город был устроен так, да, Забальду было там три, четыре, пять, там были огромные дома, непривычные, огромности в шесть, семь, восемь этажей, а рядом с ними были как дырки между зубами, непонятные пустые пространства, горы щебня, какие-то осколки, остатки, висящие клочками обои, какие-то остатки какой-то только что кончившейся жизни, но это тоже не вызывало удивления совершенно у ребёнка на телеге, он просто делал какие-то выводы об устройстве мироздания вообще, то есть это большой город, в большом городе так, и вот в этом странно невинном, невербальном пространстве, где вообще вот так, он прожил, как это ни странно, до старших классов школы, мальчик с именем, ну вот В.Г. Зебальд, что написано на каждой обложке его книг, на самом деле, его звали мальчика Винфрид, Георг Максимилиан Зебальд, и это говорящее имя, Винфрид, это вот такой аналог русских, советских, Влад Ленов, Октябрин, Сталин, и всего остального, это пышное, пафосное, героизированное, с такими преувеличенными люфтвавскими крылышками, да, очень-очень старонемецкое имя, с которым потом, как вы видите, Зебальд поступил очень интересно, он его как бы демонтировал, но не полностью, как он поступил и со своей немецкой идентичностью, он всю жизнь, со своим прекрасным английским, он всю жизнь пишет только по-немецки, и при этом с 20, кажется, трёх лет он живёт в добровольно взятом на себя изгнании, потому что он очень рано, сейчас расскажу, как понял, что он не готов жить на немецкой территории, не готов использовать немецкий как язык повседневности, и уехал сперва в Швейцарию, потом в Англию, в Манчестер учиться, потом преподавать, и до конца жизни, да, вот так и преподавал, да, европейскую литературу в разных английских университетах, продолжая при этом писать по-немецки, оставаясь гражданином Германии и подписываясь всё-таки В.Г. Зебольт, да, вот этим неполным усечённым именем. При этом все люди, ну, все, кто был с ним даже не близок, а знаком, знали, что его домашнее имя Макс, и только так его и можно называть. Вот это вот это неоднородность, да, это мерцание, такое раздвоение, расстроение имён, идентичности, представления о себе, потом будет характерно и для прозы Зебольда, сейчас, я надеюсь, мы до этого дойдём. В старших классах школы Зебольд неожиданно узнаёт о катастрофе, о том, что это было и о том, как это было, и узнаёт тоже странным таким специальным очень образом. Дело в том, что деноцификация, да, о которой мы все любим говорить и думать, в том числе и в применении к нашей практике, да, где ничего такого не было, да, и можно разные какие-то выводы из этого делать. Деноцификация, особенно в первые послевоенные годы, была же во многом принудительной и проходила под жестким контролем союзников. Были некоторые обязательные программы, которые проводились в школах, институтах, университетах и так далее. И вот к Зебольду в школу вот так вот приехали и показали фильм про Холокост без объявления, просто в какой-то момент согнали этих 16-17-летних детей в актовый зал, показали фильм, потом, скажем, теперь идите на следующий урок. И как сказать, неведение очень очень соблазнительная вещь, ну, в том числе и потому, что оно дает вот это вот состояние продленной незаслуженной невинности, в котором хочется оставаться как можно дольше. Зебольд стал ходить и задавать какие-то вопросы. Оказалось, что его одноклассникам это все совершенно неинтересно, и учителя тоже не очень готовы об этом разговаривать, и родители, и никто как-то... То есть, что это какая-то странная реальность, подлинность, которую никто не отрицает, но при этом она ставится под сомнение, не то, что ставится под сомнение, она выносится на поля. Это что-то не имеющее отношение к повседневности, потому что оно не вербализовано, оно взято в такие кавычки и молчание, оно помещено в белое поле, вынесено за пределы ведомого такого подручного контекста. И так оно и продолжалось. Дальше он поехал учиться во Фрайбург, где вся профессора так или иначе получила свои степени в 30-е, в начале 40-х. В общем, довольно быстро он эмигрировал и начал вот эту странную, интересную двойную жизнь непритязательно очень качественного преподавателя английского вне самым популярном университете в Норвиче, в Восточной Англии. Ну и всё это время он писал. Его, собственно, то, что можно назвать писательской карьерой, как это ни... Да, заняло это всего около 10 лет. В начале 90-х его книги начинают печататься по-немецки, потом что-то переводится на английский и довольно быстро становится понятно, что это ни на что не похоже и что это как-то очень сильно меняет дело, меняет вообще представление о смыслах и способах повествования в конце этого столетия. и потом вдруг в 56 лет, то есть совсем мало как подумаешь, Зебель погибает вдруг на какой-то сельской дороге в автомобильной катастрофе нелепой, но потом становится понятно, что вроде бы он умер ещё до того, как машины столкнулись. И к тому времени им были написаны вот эти четыре больших вещи в обратной последовательности «Аустерлиц», вот этот большой текст, который больше всего похож на человеческий роман, хотя он совершенно не роман и не человеческий. Вот это «Кольца Сатурна», книга о пешем путешествии по Англии. По ней снят вот этот фильм «Patience after Zebald». Название многосоставное, потому что «Patience» это и «Терпение», одна из добродетелей, о которых Zebald много говорит в своих книгах, и «Пасьянс», который складывается из встреч, разговоров, картинок и так далее. Авторы фильма прошли просто по Zebald маршруту. И автор Zebald это тоже полуцитата, последняя книжка, которую Zebald подготовил к печати, успел подготовить к печати. Это After Nature, книга стихов, там три поэмы, три поэмы. Вот она называется After Nature. Еще есть вот эта прекрасная книжка «Имигранты», по-немецки «Изгнанники», в переводе на английский «Имигранты». О том, как было устроено у Zebald дело с переводами, сейчас я отдельно расскажу, это важно. И последнее «Головокружение». После его смерти было издано еще некоторое количество неисправленного и недополненного. Есть книжка из «Кампусанта», по ее первой части можно составить какое-то приблизительное представление о том, чем должна была быть его следующая книга. Она была бы травелог, что еще ни о чем не говорит, потому что, строго говоря, любая зебальдовская проза в той или иной степени путевые записки или истории путешествия, путешествие может быть разным, оно может быть по пересеченной местности, оно может быть в прошлое, оно может быть и тем, и другим, но это всегда хроники безостановочного движения, и движение не только вот такого вот, ну, то, что называется, да, фотоувеличение, не только наезда на предмет, да, чтобы его лучше рассмотреть, о погоне погоне за вечно удаляющимся объектом, потому что все предметы, описание, за которые берется зебальд, объединены одной фигурной скобкой, они так или иначе либо уже подверглись уничтожению, либо они уничтожаемы сейчас, либо это им предстоит в близком или не очень близком будущем, ну, собственно, как и нам всем. Но такая степень внимания к вот этому неизбежному расслоению и расточению всего сущего и такая при этом потребность, несмотря на то, что все потеряно и теряется, перечислить по именам, так или иначе поименовать, назвать, увидеть, дать вот этим умирающим предметам и людям еще немножко постоять в освещенном пространстве, вот в луче внимания, которое рассказчик и его слушатели, писатели, и его читатели, на них обращают. Это чисто зебельдовская история, это, собственно, главный пафос, одушевляющий каждую его строчку, и я в свое время, ну, я постараюсь не очень повторяться, но здесь это важно, наверное, сказать, сказать, я все думала, на что это похоже, и мне в какой-то момент показалось, что это похоже на то, как это выглядит в христианстве, вот этот вот чин называния имен поминовения перед прескомидией, когда перечисляют живых и мертвых огромный, вот эти вот огромные списки бесконечные, которые вот так вот под нос, под сурдинку проборматываются, но при этом страшно важно назвать всех, не забыть ни одного. Зебельд делает практически то же самое, он не выстраивает иерархии, для него нет важного и неважного, главного и неглавного, интересного и неинтересного, большого писателя и писателей поменьше, то есть ну так же, как все равны перед смертью, так же все равны в этом луче его зрение, которое ограничено человеческими возможностями, но честно пытается быть всеобъемлющим, при этом в отличие от способ Зебельда он особенно безнадежен, да, Зебельд был атеистом и он не надеется совсем на вот на эту переброску в какое-то будущее, на руку протянутую с той стороны, поэтому он называет свои имена просто для того, чтобы они были названы и то, что этот голос звучит в пустоте особенно важно и важно может быть еще то, что в отличие от других текстов, которые написаны после черной дыры, после той черной дыры, какую можно считать вторую мировую катастрофу, это странным образом не голос отчаяния, это голос, на который можно опереться, это голос жизни, который продолжает звучать в пространстве смерти. Я совсем не уверена, что так это было для Зебальда самого персонально в его частной реакции, в ее частной реальности, потому что персона, которую нам дают воспоминания и интервью, она немножко другая. Я бы пока, может быть, остереглась формулировать, но есть, скажем, один анекдот в старинном смысле, байка, которую приводит один из интервьюеров, байк, который ему рассказал Зебальд. Она такая, это рассказ про эксперимент, который проводился в середине 60-х годов в одной из американских научных лабораторий. Там было так, там брали нескольких крыс и погружали и погружали их в лохань с водой, из которой было невозможно выбраться. И там они отчаянно плавали по кругу в течение какого-то времени. А потом им вдруг подавали ту самую руку помощи, просовывали какой-то жёлоб, по которому они тоже нелегко, но как-то изловчаясь, умудрялись выбраться из этой душегубки. И в общем им было явлено чудо. То есть они сперва убеждались, что выхода нет, а потом чудо происходило. Но на этом эксперимент не кончается. Дальше этих же крыс плюс крыс, которые в эксперименте не были задействованы, помещают в следующую лохань уже без всякого шанса на спасение. И дальше происходит очень интересное, если это можно так назвать. Крысы, у которых не было опыта встречи со спасением, встречи с чудом, они плавали и плавали и плавали и плавали до тех пор, пока не кончался их естественный запас прочности. То есть в тот момент, когда они уже больше не могли, они шли ко дну. Крысы знали, что спасение бывает, плавали очень недолго, до момента, когда они переставали верить в чудо. После этого они умирали от инфаркта все. вера. Вот. Это в общем-то история о совершенно душераздирающей, это история о вредоносности веры в спасение. Странным образом, странным образом, история, не знаю, согласитесь ли вы со мной, но мне кажется, что она довольно ядовитая, то есть она меня довольно долго преследовала и в каком-то смысле продолжает. Вот в текстах Зебельда нет ни тени этого яда, они каким-то образом как бы знают и могут сказать или хотят сказать несколько больше, чем имеет в виду сам наратор. ну что наверное характерно много для чего, но когда речь идет о вещах, с которыми имеет дело Зебельд, это особенно важно. Есть, например, вот эта поразительная вещь с его документами, что такое документ как он определяет свою прозу, то есть в буквальном переводе, как это не смешно, это оксюмарон, это документальный вымысел, чем собственно его проза является. Есть такой сборник занятный, кому интересно потом покажу, занятный сборник интервью из статьи о Зебельде, напечатанный сразу через полгода, может быть, после его смерти, где было собрано просто все, что при жизни было напечатано, где ну вот дама интервьюер страшно переживает, она прочитала эмигрантов и они ее как-то совершенно перевернули, она говорит вот вот какая поразительная история, но все-таки что же из этого правда, я ведь правильно понимаю, что это отчасти документальная вещь, спрашивает Анна Зебель, да, документальная, но вы ведь там что-то присочинили, он говорит, да, но я там что-то присочинил, а вот эта фотография, она настоящая, да, это мой дядя такой-то, а вот эта фотография, нет, это фотография архивная, которую я, то есть это, по сути дело, это это текст, устроенный как калаш, который при этом является документальным повествованием, которому можно доверять, и который при этом и в котором при этом не верифицируемый, трудноопределимый процент вымысла, процент чужого текста, и это действительно кого-то может останавливать и заставлять задавать бессмысленные, зависающие в воздухе вопросы. Это вообще на самом деле, тут есть любопытная параллель, которая, правда, нас может далеко увести, но я быстро попробую в пробросы об этом сказать. Похожий сюжет обсуждался лет 8-10 назад с романом Михаила Шишкина «Венерин волос», где там, помните, там основа романа это мемуары певицы, которые написаны вот такой красивой, метафоричной, роскошной такой шишкинской прозой, и в которых при этом внимательные читатели обнаружили встроенные элементы из разного рода известных и неизвестных мемуарных текстов. То есть, ну, помимо мемуаров Изабеллы Юрьевой, на которых эта часть романа просто была основана, там были какие-то вкрапления, подробности, какие-то маленькие, неотменимые, то, что называется, земные приметы, которые принадлежали чужим историям и которыми он, ну, можно сказать, воспользовался для построения оптически убедительной трёхмерной романной реальности. и, ну, вот я же помню какое-то количество дискуссий по этому поводу, которые, наверное, можно было бы перенести так или иначе, да, и на зебельдовские тексты, но на самом деле нет, хотя при той степени погружения в чужой текст, ну, скажем, Вертиго, да, так или иначе, очень сильно замешан на нескольких текстах, которые процитированы, он там последовательно перемещается из Венеции в Верону, потом в Вену, потом на озеро Гарда, то есть, ну, тоже травелок, как всегда у него, потом к себе на родину, то есть, это такой такое обратное движение немца из Италии, да, обратное всем немецким путешествиям, от Гёте до всех-всех-всех, это возвращение из чужих краев на родину к себе, и последняя часть этой книги это детские воспоминания самого Зебельда, но он там переходит не только от местности к местности, но и от текста к тексту, от Казанова к Стендал, от Стендаля к Казанове, от Казанова к Кавке, и помимо развернутых цитат, которые включены в текст, помимо пересказов, которые занимают там огромное место, и страшно важны, потому что это пересказы, но не совсем пересказы, то есть, знаешь претекст, то очень важно следить, потому что там постоянно допускаются отклонения от текста, за которым он как бы следует, отклонения какие-то точки внутренних несогласий, отталкиваний, а кроме этого там есть и просто скрытые замаскированные цитаты, которые в общем можно опознать, а можно и не опознавать, и один начитанный рецензент очень смешно и трогательно с таким оттенком оскорбленного достоинства возмущался, что ну вот как же так, вот я такой продвинутый хорошо, я опознаю, но у него же все, у него там сплошной кавка, то есть, ну своего живого места нет, вот я хорошо, я опознаю кавку, я читал, а как же вот те простые люди, которые будут думать, что это просто Зебель так хорошо пишет, что ну конечно и трогательно, и ну и смешно трогательно, потому что весь смысл занятия прозой для Зебельда не в том, чтобы одолжить у коллег строчку картинку, а в том, чтобы иметь возможность им поклониться всеми возможными способами, то есть это такой размещенный на ничьей территории между смертью и жизнью оммаш ушедшим и уходящим возможность дать их словам прозвучать еще один раз, дать их лицам еще один раз показаться, дать каким-то заброшенным, никому не нужным углам этого мира еще немножко перед нами посветить. Если посмотреть на картинки, которые необходимые составляющие любого Зебельдовского текста, вы увидите там странную вещь. Они совершенно лишены того, что привлекательно для нас в фотографии, того, что Барт описывает как пунктом вот этого цепляющего поворота детали, которая заставила бы, которая уколола бы нас и наладила вот эту моментальную связь, переброску, такой мостик между изображаемым и смотрящим, там совершенно нету ни этого укола интересного, ни глянца соблазнительного, который тоже приближает для нас фотографию, вернее, не приближает, но размещает её в таком пинтерестовском пространстве запомненного, залайканного. Картинки в Зебельдовских книгах они, как правило, неинтересные, и это очень важно. Они какие-то серые, размазанные, кроме нескольких, то есть они сделаны специально так, чтобы и здесь, то есть на каждом уровне из возможных избавиться от тирании и предпочтения. это мы полюбим, а это не будем. Вот это мы прочитаем здесь объяснение в любви, а войну мы проматываем или описание природы. Для Зебельда нету неинтересных, не неинтересных, нету ничего не смертного, и соответственно любая вещь нуждается для него в спасении. Это анонимное, серое, плоское свойство изображения в его тексте, где нету практически разницы между вот этими меланхоличными, черно-белыми, любительскими фотографиями немецких 20-х, 30-х, 40-х, с какими-то домами, над озерами, с какими-то воскресными парочками, и картинками, которые сняты самим Зебельдем на какую-то любительскую пленку, и они выглядят как будто их через офисный ксерокс пропустили. Они уже безнадежно, бесконечно отстранены. То есть такое ощущение, что они становятся прошлым еще в тот момент, когда фотография была сделана. И это тоже важно, потому что для зебельдовского текста очень важен синтаксис. Это может быть об этом сложнее всего говорить, потому что здесь это надо показывать и в идеале конечно на немецком. Но как есть свой синтаксис и у книги, картинки в зебельдовском тексте это скажем так система пунктуации, поэтому так важно, чтобы они были воспроизведены правильно, поэтому такая катастрофа, то, что произошло с Устерлицем в русском издании. В принципе, интересно, что и вся его проза устроена как кепсек, как сундук с памятками, как альбом с открытками, то есть какой-то набор неразмываемых вещей, которые помещены в жидкую, не в жидкую, в менее плотную, в менее плотную среду прозы и сделано это все для того, чтобы вот эти твердые неразмываемые такие орешки кремли сохранить. Об этом можно говорить в... Я тоже об этом писала, что мне кажется, что в этом есть еще и какие-то свои маленькие жертвоприношения частного порядка. То есть иногда кажется, что целая книга написана для того, чтобы спрятать в ней как в лесу лист среди других умеренной интересных и абсолютно необходимых вещей, какие-то собственные детские или юношеские. Фотографию матери, которой никто никогда не догадается, что это фотография матери, записку деда. Каждый это делает по-разному. Есть, например, способ Барта, который в своей великой книге о фотографии, вы помните, там есть главное, что там есть, это книга, написанная в память в память о матери и главное, что там есть, то, с чего она начинается и то, чем она просвечена от начала до конца, это детская фотография матери, которую он случайно находит, она называется фотография в зимнем саду, это та единственная фотография, где она похожа, где это она, все остальные они, как сказать, факультативны, это первая и праведная, она там подробно описана матери, там лет 10 или 12, и, конечно, конечно, она там не показана, то есть, ну, вот в русском издании, да, в прекрасном бандаринковском оформлении, на обложке картинка с девочкой, но, это не мать Барта, да, фотографию в зимнем саду невозможно увидеть, так же, как про, так же, как некоторые вещи, можно только спрятать в текст, да, их нельзя слишком, слишком откровенно обнажить, это может быть единственный способ для Зебальда говорить о своем, и он очень смиренный, как и все, что он, как и все, что он делает. еще в некотором роде то, что, то, как пишет Зебальд, я тоже, тоже об этом думала, ну, поскольку, да, он постоянно, очень настойчиво и неустанно говорит о себе, не говорит о себе, выступает, как толмач, осуществляющей коммуникацию между миром мертвых и миром живых, между исчезнувшим и еще длящимся, и говорит об этом очень много, вот в Кампо-Санто там есть замечательное, замечательное эссе о том, что мертвых можно и нужно рассматривать, как как еще одно из отторгаемых лишенных прав меньшинств этого мира, да, только уже совершенно бесправных, потому что за них некому заступиться, на их стороне никто не выступает, они сразу же, то есть, ну, они сразу же переходят в, ну, о чем говорит Цветаева, мертвый, сколько нищий, все съест, да, о мертвом можно сказать все что угодно, они моментально становятся общими и ничьями, как общественный выгон, да, нету такого оскорбления, которого нельзя было бы нанести мертвецу, не говоря уже о том, насколько, до какой степени они и вся преемственность, вся связь, цепочка поколенческой памяти, которая не прерывалась до середины XX века, как она размыкается, становится все более разомкнутой с каждым набегающим годом, но об этом можно много говорить, Забельта об этом говорит прекрасно, и он, может быть, тот единственный человек, который выступает представителем и заступником этого странного меньшинства, так, как будто он в некотором смысле уже говорит оттуда, с той стороны, там есть в особенно, хотя нет, всюду, вот эти бесконечные путешествия и перемещение его героя с места на место, из поезда в поезд, с улицы на улицу, из гостиницы в гостиницу, где он практически ничего не делает, кроме как перемещается вот таким вот странным, какой-то такой странной, косящей, скользящей пробежкой, как бы не касаясь, как бы не касаясь предметов. Там же в «Вертиго» есть удивительный сюжет о потере паспорта, который тоже добавляет призрачности существованию этого рассказчика, когда он приезжает, следуя за Кавкиным маршрутом, приезжает на озеро Гарда и останавливается в небольшой приозерной гостинице, и в какой-то момент, когда он пытается выписаться, оказывается, что его паспорт, который он только что оставил, пропал. Он перемещенное лицо, да, без паспорта, с двумя именами, ни одной из которых не соответствует до имени данному его прирождении. Это похоже на... Это тоже похоже на речь перемещенного лица, только степень этого перемещения, да, заводит рассказчика несколько дальше, чем это с рассказчиками обычно случается, да, то есть происходит такая своего рода инверсия, да, то есть повествователь сам добровольно выносит себя заранее из перечня живых. И вот то, что я хотела сказать о зебальдовском языке, насколько я, ну, как бы, да, смею своим немецким этого дела касаться, но у Зебальда был прекрасный английский, его очень хорошо переводили, и он очень входил в каждый из этих переводов, да, они все не просто авторизованы, это, по сути дела, речь идет о двойном авторстве, и все перемены, которые он, все перемены, которые происходят с его текстами и их названиями в переводе, они как-то осмысленны, имеется в виду какое-то смещение смысла при переходе с языка на язык, и оно мне кажется не случайным, да, но вот два примера, которые я уже переводила, изгнанники, которые становятся эмигрантами, и вот это вот поясняющее головокружение точка чувства, которое оказывается головокружением, то есть такое ощущение, что при переводе текст претерпевает еще дополнительную наводку на резкость, избавляясь от всего того, что может казаться чрезмерно интенсивным, чрезмерно пафосным в этих текстах, лишенных всякого намека на пафос, да, и вот эту раздутую вещь, да, под названием величие замысла. У него удивительная, у него удивительная доверительная, не знаю, как по-другому назвать, интонация у зебельдовского текста. Собственно, это есть та прямая, непреложная вещь, на которую можно опереться, да, следуя по по-по- по-аидовым лестницам этого тёмного повествования, где-то всё так или иначе, да, хроникой утрат и изгятий, да, о чём бы речь не шла, да, о сельдяном промысле, о гостинице в гостинице на Лазурном берегу, о гостинице на Атлантическом побережье об англичанах в ирландии о перечень может быть бесконечно лучше наверное это читать то что тут не обманывает это голос автора удивительный дающее ощущение личного но той верой которая обычно обращена к человеку которого знаешь и вот это ощущение твердого надежного неподводящего знания это то чем дышит для меня зебельдовский текст каждая его конструкция при этом очень интересно то что зебельдовский немецкий он на самом деле не вполне немецкий он это такой своего рода конструкт он имеет довольно мало общего с так же как и английский язык переводов он тоже очень специален он имеет довольно мало общего с языком современной немецкой прозы там из нас страхом вратаря перед одиннадцатиметровым условно говоря это это тоже омаж такой длинной в жизнь поклон людям чьи тексты стали для него стилистическими ориентирами когда-то в юности то есть он ориентируется условно говоря на на гебеля а не на гёте да на жан поля а не на не знаю хотел сказать не они не на гофмана но там достаточно близко для него его стилистический образец и он об этом довольно много говорит но много где но есть еще замечательная книжка вот я не принесла у меня сейчас ее нету она тоже была издана на английском совсем недавно год-два назад это его статьи о немецком мире тоже такая серия поклонов 8 или 8 или 9 статей о немецких писателях старых в в основном она называется place in the country и тоже да здесь такая классическая зебельдовская двойчатка которую как от которого любил а он очень это любил он любил как человек не не верящий не в не 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 в какую провиденциальную срифмованность да сущего он с тем большей силой любил и ценил такие случайные рифмы вроде того как на могильном камне на еврейском кладбище это по-моему в эмигрантах он обнаруживает на гробную плиту человека который умер в день его рождения да и его это очень греет чем-то это похоже на на разного рода двойчатки троечатки и зарифмованности у набокова конечно который много для забыльда значит и тоже забыльд ему кланяется в эмигрантах там четыре повесок там это маленькая книжечка где четыре последовательных повествования о перемещенных лицах в каждом из них в какой-то точке вдруг появляется неназванная по имени фигура с рампеткой да и каждый раз это какое-то какое-то место где в то время в том году мог быть встречен набоков да какое-то как и какой-то там не знаю гора в монтре американская и так определенное место в германии да так вот странно странный эффект там да когда язык бетермайера да язык немецкого 19 века это язык сборки язык цельности язык целостного недробного ненарушимого мира да во всей его полноте когда языком целостности говорят об терапии распаде и распылении это дает дает очень очень странный эффект но может быть это единственное что не заставляет нас начитать тот мартиролог которым в каком-то изводе является забыльдовская проза как как собственный приговор что ли потому что не заставляет хорошо нам надо уже вот как-то да совсем совсем переходить к водным процедурам скажу последнее последнее скажу и давайте на этом закончим почему мне почему мне кажется забыльт именно для нас именно сейчас в той точке в которой мы оказались действительно предмет первой необходимости потому что он при всей своей безграничной неизбирательности учтивости и заботе о ближнем включая читателя и он не предоставляет при разговоре о прошлом он не дает нам никаких утешительных вариантов а это очень важно потому что это еще и акт расставания с прошлым до акт сепарации в той же мере что припоминание россия в которой мы живем сейчас она не страна забвения как можно например сказать но в каком-то тоже смысле о японском опыте до япония то есть но повседневность то сознание японского интеллектуала не очень учитывает ну скажем то что происходило то есть японскую часть участия во второй мировой то что происходит то что происходит в россии с ее мучительной до полный скажем так преткновений истории да это история не про забвение это скорее наверное истории про страну культуру сознание заблудившиеся в собственном прошлом да мы живем в стране где ни один разговор не может быть закончен где ни одна вещь не умирает до конца где ни один исторический факт ни одна реальность не оказывается проговоренный и маломальски решенный достаточно ну для 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 того чтобы убедиться том что что это тогда достаточно зайти в фейсбук или посмотреть какой-нибудь ролик со старой революционной или военной песни на ютьюбе да вы увидите сотни и тысячи комментариев разной степени консистентности до по которым видно что ни одна яма не заросла не ничто никто никто не забыт ничто не зарыто в рангелевцы дроздовцы красные белые власовцы русские немцы каждый год русской истории является горящим болящим нарывающим поводом для страстного обсуждения вот эта неспособность отпустить неспособность отвернуться неспособность к сепарированности в каком-то смысле держит нас в вечной детской еще не наступающего века в ситуации когда невозможно разобраться с прошлым невозможно не то что начать будущее невозможно даже поверить в то что она есть мы слишком погружены до по грудь папа по горло вот 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 в это бесконечное омывающие нас мертвое море нерешенных отцовских и дедовских проблем в некотором смысле это очень удобная ситуация очень комфортно очень выигрышная особенно для литературы потому что конечно счастлив тот литератор для которого до мандельштама или платонова или все это некрасова такое же расстояние как до самих современников да мы по-прежнему стоим тоже папа по пояс в ситуации модернизма потому что с ним невозможно расстаться достаточно сравнить то как блок в своем там каком-то нацетом году пишет про аполлона григорьева и как мы пишем и читаем дельштама так как вот это было написано вчера или позавчера это тоже своего рода счастливая не счастливая невинность счастливая виновность мы так виноваты что не в силах разжать руки и уже положить эту вину до туда где и положено оказаться для того чтобы пройти эту школу дистанцирование сепарирование мне кажется забылица сейчас особенно необходим я бы его читал преподавала не знаю в школах ну и только потому что это прекрасная проза а еще и потому что ситуация наша очень болезненно и что-то целебное и необходимо вот забыть это по моему тот самый случай спасибо и простите что получилось длиннолад я Продолжение следует...